доброго времени суток вы на канале осознание мы говорим про пока интернет сегодня вообще должно было быть видео про замену панельной антенны на спутниковую тарелку для получения 4g интернета но что-то не зашло у меня не зашло снимать лень монтировать лень но у нас очень неделяно будет а сегодня у нас такой разговорный подкастик идея на миллион для вардрайверов я свой канал начинал с вардрайвинга ну и тематика это мне дороги любима и очень хорошо знакома и тут я вчера и сегодня плотно пообщался с ребятами из телеграм-канала с канала боевое вождение кстати ссылочка на канал будет в описании бесплатная реклама у человека хороший видеокурс о вардрайвингу на котором вы научитесь не только взламывать но еще понимать что вы делаете идея следующая собственно ребята завели разговор об малинках разбори пай оранж по и так далее и идея использовать это все через них также один из камрадов там спину такой инфо про вай фай ананас вай фай пенапли там уже по моему 6 версия вышла и я так клянул у меня возникла идея который почему-то до сих пор ни один не китаец не производитель не додумался в чем проблема разбори пай вардрайвинге в том что ну вам предоставляется плата вы чего хотите с делайте и почему-то до последней мысли никто не доходит видео на алиэкспрессе уже неоднократно дополнительные компоненты серии собери мини-компьютер то есть корпус и охлаждение и даже маленький сенсорный экран ну вот это вот главная вещь но правда это было все буду вай фай пардон под малинку третью сейчас четвертая малинка с большим объемом оперативной памяти шустренько работает хотя кто его знает я не проверял я деньги на такое не трачу я хочу накопить денежку на микро компьютер кстати реквизита в описании так вот в чем идея и в чем минус всех вот этих вот не не сбором так далее также есть экраны 7 дюймов то есть можно как смартфон на которые сейчас снимаются что-то но у меня проблема вся заключается в том что малинка у нас всегда с внешним аккумулятором то есть приходится ее подключать к power банку и уже работать оттуда на территории берем малинку если не нравится малинку вообще пайки много оранж пайрок пай чего только не паяют я как называю пайки берем такой вот мини компьютер на армке упаковываем все это в корпус с пассивным охлаждением в этот же корпус мы его ставим на power банк и сразу же в него запихиваем вай фай адаптер типа ориент ну это затычка с рпс ма разъемом под антенну то есть можно антенну сменить на чипе рт 5370 замечательные адаптеры так как все это делается естественно в китае у нас подается но по 10 баксов естественно разработчиков ну точнее наша компания которая утверждает что она делает вай фай оборудование покупает это все по полтора бакса я просто на али бабе нашел те оптовые поставки джал долго как в россии делается техника этой серии крокса этой серии наших всех фирм которые делают вид что что-то разрабатывать запихиваем внутрь туда дополнительно такой адаптер вынимая его из корпуса и просто распаивая коннекторы к коннекторам на самой плате можно избавиться от половине от половины выходов либо же их оставить вывести куда-то удобно на корпус в сам корпус мы встроен вы либо вот тот самый четырехдюймовый сенсорный экран и либо же 7 дюймовый чтобы работать было повеселее проблему которую я вижу в этом всем это в том что установить на это все вся идея вар-драйвинге то есть поставить что-то такой знакомой молодежи это типа кальки только под разбори проблема которая скорее всего возникнет это с драйверами на сенсорный экран так как всем этим нужно управлять и как сейчас обычно делается у нас малинка в корпусе она подключена к пауэрбанку оправляется это все со смартфона на мой взгляд это атовизм и типа аппендикса я над hunter называю аппендиксом ну вот маленькая например на там же потому что опять это куча проводов это powerbank и так далее а тут у нас устройство уже с встроенным аккумулятором от которого идет зарядка кнопочка включения сенсорный экран который ну вот реализова сенсорный экран будет сложнее для управления и еще одна такая маленькая идея до которой по моему до сих пор никто не додумался на алиэкспрессе я этого абсолютно не видел а вы помните стародавние двухтысячные времена с дорогущими смартфонами типа blackberry с qwerty клавиатурой маленькой qwerty клавиатуры вот представьте себе вот эту коробочку который сверху либо один выход под антенну зависимости сколько туда вай-фай адаптеров строишь два или один можно два вот этих вот самых дешевых на рт 5370 можно один потому что в принципе реализовать фишин был от атаку можно с одним адаптером у всего этого есть корпус красивый экран с управлением если реализуете драйвер и тут смотрите сами если это маленькое устройство с экранов 43 с чем-то дюймов то тогда нам нужно брать какой линукс без графического ядра чтобы все это управлялось просто с клавиатуры запустили вас запустился терминал и вы работаете это кстати классика это моя любимая классика работает просто с терминалом я периодически тот же самый мой нелюбимый дебен использую исключительно вот дебен флешка который никаких графических наворотов ничего нет просто входишь тебя запрашивают логин ну то бишь root и пароль от него а дальше у тебя терминал какие пакеты хочешь ставь и так далее как хочешь так работать а если же с графическим ядром то 7 дюймовый у нас все равно выходит чуть больше но гораздо толще планшета но все равно во внутренний карман засунуть это все можно и вот это вот красивая вещь если вы зададите вай-фай пенопла вы увидите что это такое это вот та же самая разбери пай со внешними антеннами осталось подключить внешний аккумулятор и подключиться по смартфону для удаленного управления но тут у нас не нужен смартфон мы его выкидываем почему если вот кто-то найдет реализацию клавиатуры маленькой именно квартир и также сенсорный 7 дюймовый экран реализует то он нам не нужен смартфон мы вынули что нам сделали включили засунули обратно в карман и пошли снимать хэншейки автоматически также можно включить прудфорс и так далее уже на снятых хэншейков включить тот же самый анализ vps да и много чего еще можно на этом реализовать встроить туда тоже самый 4g модемчик просто плату от него с выходом под сим-карту все и у нас уже полноценный компьютер даже с 4g интернетом вот такая вот у меня для вас идея на миллион я это реализовывать не буду нету скажем так есть лень нету здоровья возраст не тот ну и нету естественно денег на то чтобы это красиво все сделайте поставить на промышленный вариант если кто-то реализует и обогатеет я не против ведется что попрошу вышить и модельку на тест как говорится иди разработчику идеи хотя наверняка до этого кто-то уже сам додумывался и пытался реализовать по крайней мере на разбори пай планшет и есть но вот такой вот замечательный вещи как а вай-фай ананас но уже с управлением устроенным аккумулятором нету на этом пожалуй все такой небольшой подкастик дерзайте вы молодые на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии не забудьте активировать колокольчик что еще можете поддержать канал материально кнопочка спасибо под видео реквизиты в закрепленном комментарии ссылочка на канал боевое вождение в закрепленном комментарии ну так же можете на мой шизофренический телеграм-канал подписаться я там свою жизнь всем пока